Добрый вечер, уважаемые коллеги! В наступившем 2017 году мы начинаем наши лекции по редким неврологическим заболеваниям с лекции по фибромиологии. Надо сказать, что если в Соединенных Штатах и Европе такой диагноз ставится достаточно часто, то в нашей стране почему-то такой диагноз, такое впечатление, что вообще не ставится. И есть такое мнение, что эти пациенты оказываются в основном не в поле зрения неврологов, а в поле зрения психиатров. И есть существенный дефицит информации по лечению этого заболевания и вообще по тактике ведения таких больных. Ну, надо сказать, что таких больных, конечно, больше, чем принято считать в России. Поговорим про историю фибромиологии. Впервые симптомы этого заболевания были описаны в 19 веке. Но только в 1990 году Американский колледж по ревматологии опубликовал диагностические критерии этого заболевания, которые, в общем, исключали такие старые термины, которыми раньше это заболевание обозначали как фиброзит, мышечный ревматизм. Сейчас уже эта терминология не должна использоваться при определении больных фибромиологии. Надо сказать, что больные фибромиологии ищут врачей, которые бы серьезно относились к их жалобам и нуждаются в диагнозе от врачей, которые не приписывали бы жалобы этих больных к психолого-психиатрическим проблемам. Надо сказать, что при фибромиологии, безусловно, психиатрические проблемы наблюдаются, такие как тревога, депрессия. Но в целом следует сказать, что это не психическое заболевание. Это соматопсихическое, психосоматическое заболевание. В конце лекции я приведу определенные примеры. Вы это увидите. Фибромиология, по определению, это хронический болевой синдром. Имеется распространенная боль и имеются болевые точки. Существенно чаще фибромиология встречается в западной цивилизации. Это 2-3% населения. Вот такая достаточно высокая распространенность этого синдрома отмечается при эпидемиологических исследованиях. На востоке, в Китае, в Юго-Восточной Азии существенно ниже частота встречаемости заболевания, 0,05% случаев. Чаще фибромиология встречается у женщин. И надо сказать, что если к вам обращается мужчина с фибромиологией, то у него симптоматика будет значительно более выражена, чем у обращающихся женщин. Фибромиология сочетается с такими синдромами, как синдром хронической усталости, иногда с ревматическими заболеваниями, синдромом раздраженного кишечника, депрессией и тревогой. Надо сказать, что больные фибромиологией значимо инвалидизируются. Это хронический болевой синдром приходит к тому, что они не могут выполнять свои обычные бытовые обязанности, им трудно работать, им трудно получать удовольствие от досуга, и зачастую расходы на лечение фибромиологии оказываются достаточно высокими. Но это данные по Соединённым Штатам Америки. Каковы же критерии диагностики фибромиологии? Это распространённый болевой синдром, причём боль есть в левой и правой половине части тела, боль есть к верху и к низу от талии, есть боль в спине, аксиальная боль. Боль держится более трёх месяцев, да, вы должны это учитывать при постановке диагноза. Имеется 11 из 18 возможных точек болезненных при надавливании, да, величина давления 4 килограмма. Но главное, что нет других причин болевого синдрома. Вот точки болевые здесь представлены на рисунке. Если мы посмотрим на рисуночек слева, да, мы увидим точки на передней части, на передней половине туловища, да, это точки надключичные, подключичные, это надмышелки плечевой кости, это гребни подвздошных костей, и это точки на коленях. Вот, значит, задней части тела, это точки подзатылочной области, паравертебрально, это второй шейный позвонок, значит, это трапециевидные мышцы, это надлопаточные точки, и это точки L5-S1. Вот все эти точки нужно проверять, да, если мы насчитали 11 точек из 18 возможных, да, мы можем поставить диагноз или больше, мы можем поставить больному диагноз фибромиалгия. Но надо сказать, что в литературе описано и меньшее количество болевых точек у больных с характерной картиной, похожей на фибромиалгию, и с коморбидными состояниями, да, о которых мы говорили только что. Синдром раздраженного кишечника, тревога и депрессия, и так далее. Вот как распределяется эпидемиология фибромиалгии по возрасту, да, вот видите, что у мужчин, да, равномерная представленность идет, вот, значит, мужчины заболевают где-то с 35 лет и болеют до 65 лет, вот, а женщины, пик заболеваемости женщин приходится на 55-65 лет, то есть не надо думать, что это заболевание характерно для молодого возраста, да, больше его представленность характерна в возрасте от 55 до 65 лет. Какая же патофизиология фибромиалгии? И как мы можем поставить такой диагноз, попытаться использовать суррогатные маркеры, которые нам могут помочь помимо вот этих вот клинических критериев с болевыми точками? Надо сказать, что в патогенезе фибромиалгии играют роль такие факторы, как физиология мышц, физиология периферических нервов, гормональный статус, воспалительные маркеры и генетические маркеры. Надо сказать, что больные фибромиалгии более чувствительны к болевой стимуляции из-за того, что у них имеется центральная и периферическая синсетизация нервной системы. То есть, что имеется в виду? Да, имеется в виду восприимчивость боли, болевой порог у этих пациентов более низкий за счет определенных изменений в нервной системе, центральной и периферической. Замечено, что при фибромиалгии у части больных имеется дефицит гормона роста, также имеется дефицит инсулиноподобного фактора роста, и достаточно часто фибромиалгия сочетается с хроническим аутоиммунным тироэдитом. При исследованиях на предмет наличия генетических факторов выявлялись семейные случаи фибромиалгии, но, к сожалению, до сих пор четкие гены фибромиалгии так и не найдены. Есть только предполагаемые кандидатные гены. И надо сказать, что достаточно часто фибромиалгия начинается после травмы, и вот пациенты, у которых она начинается после травмы, у них более выражена степень инвалидности и психологического стресса. И, соответственно, на этих пациентов идет больше расход ресурсов системы здравоохранения в США. А что находят в периферической нервной системе? Если говорить про неинвазивные и полуинвазивные методы исследования, то электромиография при фибромиалгии не выявляет ни патологии периферических нервов, ни патологии мышц. Вот так принято считать. Интересно, что при фибромиалгии выражен такой процесс, как усиленно содружественное сокращение мышц антагонистов. То есть, когда сокращается мышца агонист, в норме у человека есть некоторое сокращение мышц антагониста, так вот при фибромиалгии этот процесс усилен где-то на 30%. И мы можем это увидеть инструментально при помощи глобальной электромиографии. Поверхностная, это не стимуляция и не игольчатая, это поверхностная регистрация с мышц. Если мы, допустим, наложим электроды на бицепс и будем его сокращать, мы увидим там, соответственно, активность некую кривую, интерференционную, и потом наложим на трицепс, будем сокращать бицепс, тоже там увидим какую-то активность, но это есть и в норме. Но, соответственно, на 30% больше это будет при фибромиалгии выражено. Вот в некоторых исследованиях больным с фибромиалгией делали биопсию. В периферической нервной системе при фибромиалгии, при исследовании икроножного нерва биоптата, находили вакуализацию швановских клеток, так называемую периферизацию аксона, определяли меньший диаметр аксонов, определяли склачатые структуры в немилинизированных нервных волоках. С чем связана периферическая сенситизация, сниженный болевой порог? С тем, что при фибромиалгии увеличено количество НР2Д рецепторов глутамату. Причем интересно, что экспрессия рецепторов коррелировала с длительностью болезни. Где-то длительность фибромиалгии может доходить без диагноза до 5 лет. В головном мозге показано, что у больных в фибромиалгии снижено количество серого вещества в нижней лобной извилении. Это морфометрическими исследованиями было показано. И еще при биопсии мышц определили, что имеется дефицит мышечных волокон второго типа. В связи с этим, надо сказать, что электромиографическая картина наверняка может содержать и миопатические единицы. При хроническом аутоиммунном тероидите возможно полинейромиопатия гипотероидная, возможно это сочетается с фибромиалгией. Ну и вот дефицит волокон второго типа, он, наверное, тоже может приводить к таким изменениям. Поэтому нельзя говорить, что картина электромиографическая ну совсем уж полностью должна быть нормально при фибромиалгии. Также в мышцах больных фибромиалгии обнаруживали рваные красные волокна, аномальные митохондрии. Одно время даже считали, что фибромиалгия это какое-то митохондриальное заболевание. Также выявляли аномальные клеточные мембраны и выявляли метаболические нарушения, например, снижение АТФ и фосфокреатина на 15%. Выносливость мышц была также снижена. У 46% больных фибромиалгии имеется сужение шейного отдела позвоночного канала относительно его стеноз. Иногда при этом заболевании также выявляется мальформация керри первого типа и шейная милопатия. Это у больных с сужением шейного отдела позвоночника. Участие больных с фибромиалгией, как я уже сказал, имеется дефицит гормона роста инсулиноподобного фактора роста. И у 41% выявляется хронический аутоиммунный тироидит. Интересно сказать и о том, что при фибромиалгии повышаются провоспалительные маркеры. Это такие маркеры, как интерлекин-1, 2, интерлекин-6 и интерлекин-8. Медикаментозное снижение уровня интерлекина-8 в исследовании коррелировало со снижением интенсивности боли при фибромиалгии, что позволяет применять какие-то противовоспалительные средства в лечении этого заболевания. И, по крайней мере, их испытывать. Мы поговорим о том, какие клинические испытания проводились, какие средства с доказанной эффективностью. Очень много средств сейчас подоходится на испытания. К подозреваемым генам фибромиалгии относят HLA-DR4-антиген, ген серотонинового переносчика, ген катехол-ометилтрансферазы, гены дефониновых рецепторов, гены рецептора НК1-квеществу П. То есть, видим, что подозреваемые гены связаны с регуляцией фона настроения, участвуют в деятельности антиноцицептивной системы. Интересно, что имеет место при фибромиалгии также оксидантный стресс. Уровень малонового диальдегида, это прооксидант, существенно выше, а уровень супероксидисмутаза, антиоксидантного фермента, его концентрация, активность при фибромиалгии существенно ниже. Что, опять же, позволяет в терапевтических стратегиях применять препараты для коррекции соответственно оксидантного стресса? С какими же нужно дифференцировать состояниями синдром хронической распространенной боли, помимо фибромиалгии? Обязательно нужно представлять себе этот перечень заболеваний. Это болезнь Бехтерева, антилозирующий спондилартрит. Это хронический гепатит С. Это болевые синдромы, связанные с сахарным диабетом, которые возникают при диабетической полинаэропатии, проксимальной диабетической аммиотрофии. Это гипотироз, гиперпаратироз. Это боролиоз, болезнь Лайма. Это метастазы различной локализации. Это миеломная болезнь, остеоартроз, остеоартрит. Это остеомаляция, ревматическая полимиалгия, ревматоидный артрит, синдром Шегрена и системная красная волчанка. Считается, что если вы при неврологическом осмотре выявляете болевые точки у больного, но у больного есть порезы, то есть слабости, допустим, проксимальной мушкулатуры, диагноз фибромиалгии уже практически можно снимать и проводить дифференциальный диагноз хронической боли с другими состояниями. При фибромиалгии характерна следующая симптоматика, помимо генерализованной хронической боли, это у больных снижена возможность обслуживать себя в быту, по дому. У этих пациентов имеется определенная инвалидность в плане досуга, они не могут получать удовольствие от отдыха, нарушен процесс отдыха. У них имеются нарушения сна у этих пациентов. Частые жалобы на проблемы с кишечником, это могут быть либо, это синдром раздраженного кишечника, это могут быть либо такие расстройства по типу диареи, либо расстройства по типу запоров. Примерно 50% больных фибромиалгии страдает головными болями, это могут быть головные боли напряжения или же мигрень. Примерно 40% больных фибромиалгии страдает лишним весом, ожирением. И опять же, где-то у 60% больных фибромиалгии имеют место такие психические нарушения, как депрессия или тревога. И естественно, врач должен вмешиваться в каждое из вот этих нарушений для того, чтобы помочь такому пациенту. Каково же лечение фибромиалгии? Значит, мы начнем с средств, которые были испытаны, протестированы в клинических испытаниях и доказали свою эффективность. Активно при лечении фибромиалгии применяются антидепрессанты. Селективные ингибиторы захвата серотонина и норадреналина это милоцепран, он известен под названием XL в нашей стране. Эффективно прием 100-200 мг в день, либо дулоксетин в нашей стране это препарат Симбалта, 60-120 мг на ночь. Вы знаете, что в американской школе психиатрии почему-то все больные получают у нас антидепрессанты, даже больные с тревогой. Русская психиатрическая школа предлагает все-таки назначать больным с тревогой атипичные нейролептики. И вот интересно, что на Западе тоже испытывается атипичный нейролептик ксероквель при фибромиалгеи и вроде бы предварительно показан тоже положительный эффект этого препарата, особенно у больных с тревогой. Далее обезболивание. Вот эти препараты позволяют уменьшить болевой синдром примерно на 30%. Значит, существенный вклад в уменьшение болевого синдрома может играть прегаболин, препарат лирика, в дозе 75-150 мг на ночь. Если говорить о каких-то обычных таких вот обезболивающих, стероидных, нестероидных, полунаркотических, то в Америке принято назначать ацетаминофен, кстати, его назначают и беременным с фибромиалгией, это безопасно считается. Да, вот антидепрессанты, которые я сказал, при беременности больным с фибромиалгией не назначают. И также назначают тромодол. Также назначают тромодол. Здесь это просто не указано. Достаточно большую роль в лечении фибромиалгией играют различные пищевые добавки. Вот витамины группы В показано, что совершенно неэффективны ни капельно, ни внутримышечно, ни перорально при фибромиалгии. Ничего они не могут уменьшить при этом заболевании. А вот витамин С в дозе 500-1000 мг в день может внести вклад в уменьшение симптоматики. Витамин Д, в виде аквадетрима 10 капель в день, применяют при больных с фибромиалгией при наличии дефицита витамина Д. Часто у пожилых пациентов его применяют. У какой-то связи дефицита витамина Д с фибромиалгией не прослежена. С-аденозилметионин или более известный как гептрал препарат, да, рекомендован при фибромиалгии в дозе 800 мг в день. Как известно, он оказывает не только гепатопротекторный, но и антидепрессивный эффект. И в клиническом испытании, проведенном в Соединенных Штатах, показано, что этот эффект достаточно выраженный. Да, этот препарат является препаратом выбора. Что касается нарушений сна, то здесь можно применять мелатонин, да, мелоксен в нашей стране, да, 3 мг применять за полчаса до сна. Если у больных нарушен сон, у больных таких обычно беспокойный сон и раннее пробуждение, ну, поскольку имеется депрессивная симптоматика. Вот. Есть больные, которые плохо засыпают. Есть больные, которые плохо засыпают. Вот из-за болевого синдрома они не могут заснуть долго. Вот. Значит, мы еще поговорим про нарушение сна. Еще вот биодобавки, которые используются для лечения миофибромиалгии, это такая хлорелла, да, 10 мг таблетка и 100 мг жидкости. Хлореллы в день. Мы тоже испытывались в клинических испытаниях, показали эффективное улучшение, соответственно, состояния по шкале утомления. Для оценки больных сибромиалгией применяются такие специальные шкалы, которые, ну, оценивают общее состояние, да, оценивают, соответственно, выраженность утомления, выраженность болевого синдрома, это визуально аналоговые шкалы. Есть специальная фиброфетик скейл, так и опросник для оценки утомления. Вот. Ну, применяются еще и несколько, некоторые другие шкалы, вот, например, опросники по депрессии, шкала Гамильтона, шкала Бека. Вот. И, конечно, при динамической оценке больного с фибромиалгией мы должны подсчитывать вот эти болевые точки. Количество их уменьшается при клинических испытаниях на фоне приема различных препаратов. Вот это основной такой критерий оценки был. Коэнзим Ку-10 в нашей стране это Кудисан, есть нативный коэнзим Ку-10, рекомендован к приему 100-200 мг в день. Если сделать лабораторный анализ больному с фибромиалгией, можно увидеть некоторое снижение коэнзима Ку-10 или его пороговое значение. Поэтому считается, что нужно тоже больным это принимать. Позитивный эффект на утомление и болевой синдром, количество болевых точек в клиническом испытании оказал карнитин в дозе 1-1,5 г. В нашей стране это препарат карнитон. В одной таблетке 1 г. то есть 1-1,5 таблетки в день нужно больному принимать. Ну и такой эмпирический есть опыт, что омега-3 жирные кислоты, рыбий жир в дозе 1,5 г 3 раза в день это тоже полезно при данном заболевании. Но надо сказать, что вообще роль лекарственных препаратов при фибромиалге ограничена, потому что все они дают снижение болевого синдрома примерно на 30%. А что же приводит к большему снижению нездоровья? Оказывается, что это когнитивно-поведенческая и операционно-поведенческая терапия, а также силовые упражнения в спортзале, упражнения на растяжение, упражнениями надо заниматься больному с фибромиалгией 30 минут в день. Вот это, пожалуй, основное, что очень оказывает больным большую пользу это вот эти упражнения и когнитивно-поведенческие методики. Что это такое когнитивно-поведенческая терапия, операционно-поведенческая терапия? Значит, ну это попытка обучить больного позитивно думать. Вот если у больного с фибромиалгией депрессия, он думает, что мне ничего не помогает, что я не могу там работать, что я не могу спать, я не могу получать удовольствие от досуга. А позитивные мысли у такого больного это вот я выполню схему, назначенную доктором, я поделаю упражнения, я схожу в спортзал, и все улучшится. Больной должен быть настроен оптимистично, то есть нужно, чтобы такие больные получали адекватную психотерапевтическую помощь, это тоже очень-очень важно. операционно-поведенческая терапия она учит больного не фиксироваться и не так сказать застревать не только на негативных мыслях, но и не выражать какие-то очень негативные эмоции от симптомов фибромиалгии в виде там болевых гримас, каких-то раздражительных высказываний, потому что как учит операционно-поведенческая терапия, реакция окружающих на этом может привести к тому, что больной фибромиалгей сделает какие-то неправильные шаги, то есть он начнет принимать больше традиционных обезболивающих препаратов и посадит себе желудок или почки, он может больше лежать вместо того, чтобы заниматься физическими упражнениями, он может себя ограничивать в работе, то есть определенные рекомендации существуют по этим видам терапия, и надо сказать, что они дают очень хороший эффект. Дальше лечение сопутствующих состояний, как я уже говорил, мигрень встречается примерно у 40% больных фибромиалгей, типичная мигрень, для купирования приступа надо использовать трептаны, если приступы мигрени не уходят на лечение, которое я озвучил медикаментозным, то используются трептаны, для профилактики применяются метапролол, амитриптилин, это позволяет эффективно профилактировать и купировать приступы, сочетанные мигрени. В основе патогенеза мигрени лежит дисфункция моста мозга, желательно, чтобы профилактика была начата до того, как у больного разовьется оладения кожных покровов головы, то есть гиперчувствительность скальпа, если уже развивается при головной боли и мигрени, то тут уже медикаменты начинают таких больных плохо работать, это уже такое запущенное тяжелое состояние, когда профилактика не помогает, и приступы нужно только купировать трептанами. Что касается лечения ожирения, то здесь мы возвращаемся к теме силовых упражнений, если же это недостаточно эффективно, можно применить какие-то хирургические методы лечения, такие желудочные петли, гастрик байпэс можно сделать такому пациенту, риск осложнений здесь, конечно остается достаточно высоким, особенно желудочная петля. Еще для лечения нарушений сна применяется такой рецептурный зарубежный препарат ксирэм или натрия оксибат, но этот препарат не зарегистрирован в Российской Федерации, он вообще применяется для лечения нарколепсии, это еще одно заболевание, которое по эпидемиологическим данным очень распространено в Соединенных Штатах Америка, но является каким-то раритетом в нашей стране, почему-то таинственное такое заболевание, которое, как и фибромиалгия, тоже диагноза практически не ставит. на ночь применяется 36 мг препарата ксирэм. В США ксирэм выписывается очень строго, так сказать, по рецепту, дается ограниченное количество этого препарата. Лечение синдрома раздраженного кишечника эффективно имел нацепраны дубоксетин, но нужно применять и пищевые волокна, и перечную мяту, и пробиотики, препарат, например, примадофилус такой есть в нашей стране хороший. Иногда хорошо помогает гипносугестивная терапия. Синдром раздраженного кишечника встречается примерно у 30% больных с фибромиалгией. Лечение синдрома хронической усталости это тоже антидепрессанты. И если мы вернемся к вопросу о разнице в представлениях о лечении фибромиалгии в нашей стране и в США, то можно обратиться к единственным учебник по неврологии, в котором написано было про фибромиалгию, это учебник Владимира Алексеевича Карлова 1999 года, где были приведены критерии Американской ревматологической ассоциации фибромиалгии 1990 года. И в плане лечения были рекомендованы такие препараты как активаторы фосфорилаз, препараты янтарной кислоты и тут мы написали половые гормоны женщинам прогестерон, а мужчинам амнадрен или андростерон. Но клинических испытаний вообще не проводилось. Что такое активаторы фосфорилаза? Мы говорили, что АТФ в мышцах снижено, фосфокреатин. это на самом деле нороэпинифрино тартрат. Такой препарат, который применяют для лечения коллапсов ортостатических, каких-то гипотензий. Вазоконстрикторный препарат. Я опасался бы в какой-то амбулаторной практике применять такой препарат. Его вводят внутривенно, струйно, медленно. Так что не могу активно рекомендовать такие эксперименты. Я не знаю, кто такую рекомендацию вообще дал. Препарат янтарной кислоты в Российской Федерации широко известен. Такой препарат как цитофлавин. Могу сказать, что я применял этот препарат у больных фибромиалгей, которых я лечил. Некоторые сообщали об определенной положительной динамики в своем состоянии. Объективно болевые точки может быть чуть-чуть поменьше становились. Хорошие эффекты оказывает прогестерон у женщин. У мужчин мне сложно сказать. В основном я лечил женщин с этим синдромом. Я помню из своей практики одну очень яркую пациентку, у которой были выражены болевые точки. Все болело, была ужасная усталость. Женщина была социальным работником, которая, в частности, обслуживала пациента в поликлинике, где я работал в свое время. И никто не может ей поставить диагноз. Все ей ставят какую-то энтезопатию, ревматолог разводит руками. Когда она пришла ко мне, я подумал про фибромиалгию. По критериям женщина подходила по диагностическим. Никаких у нее циреактивных белков, ревматоидных факторов повышенных не было в анализах. Какая-то патология суставов тоже отсутствовала. Не было ни ревматоидного артрита, ни системной красной волчанки. Мы попробовали ее лечить цитофлавином, прогестероном. Был хороший эффект. Был хороший эффект, была тревога, поэтому я назначал сирокфель. Я обычно назначаю при тревоге сирокфель. Не вот эти препараты симбалта и милоцепран. И еще интересно, в прошлом году к нам обратился мужчина 50 лет. Тоже он жаловался на болевые ощущения различные, на чувство стягивания. Вообще жалобы его напоминали конечно такие синестопатические проявления. Ну и вообще вся история этого больного в итоге привела нас к мысли о том, что здесь у него ведущим является некая психопатология. И после тщательного наблюдения мы ему сняли диагноз фибромиалгия и просто поставили диагноз конверсионное расстройство и расстройство личности. лучше всего этому было больного на препаратах и на типичных нейролептиках. Он также пил препарат лирика. Но поскольку периодически он жаловался, что у него все болит, но при этом достаточно добродушно и велеречиво об этом рассказывал. Так сказать, мы засомневались в том, что он всегда действительно есть в каждом его слове эквивалент чувству боли. Ну хорошо, вот в принципе я думаю, что на этом тема по фибромиалгии исчерпана. Я готов ответить на ваши вопросы, если они появились. Ну вот в студию поступили несколько вопросов от одного нашего абонента. Возможно ли повышение КФК при фибромиалгии креатинфосфокиназа? Нет, креатинфосфокиназа при фибромиалгии не повышается. Но вот в редких случаях, если есть коморбидный хронический аутоиммунный тироидит и гипотироидная полинаерамиопатия, это возможно. Но это скорее исключение, чем правило, в основном она не повышается. Вообще никаких специфических маркеров суррогатных, которые бы занесены были в диагностические критерии фибромиалгии, их просто нет. Массаж не улучшает самочувствие больных с фибромиалгией. Проводилось специальное исследование в США. И надо сказать, что иглорефлексотерапия тоже не улучшает состояние больных с фибромиалгией. Также это состояние не улучшается, если больным делают блокады, например, блокады ледокаином затылочного нерва при головной боли. Какой специалист занимается лечением больных с фибромиалгией? Лечением таких больных должно заниматься несколько специалистов. Первичный это невролог, и соответственно, если мы говорим, что когнитивно-поведенческая операционно-поведенческая терапия в значимой степени могут улучшить состояние пациентов, это грамотный тренированный психотерапевт, желательно, имеющий опыт работы с такими пациентами. Это психиатр все-таки. Мы говорим о том, что препараты первого выбора это антидепрессанты, психиатры должны тоже участвовать в лечении таких больных. Если мы видим нарушение сна у пациента, можно подключить сомнолога, провести полисомнографию можно исследовать, какие фазы сна затруднены у больного, назначить лечение подходящее. Это соответственно, если мы говорим про аэробику, если мы говорим про силовые упражнения, упражнения на растяжение, это врач лечебной физкультуры должен обязательно присутствовать здесь. Тоже желательно, чтобы имеющий опыт работы с такими пациентами. Пожалуй, если мы говорим про лечение синдрома раздраженного кишечника и ожирения, возможно, это гастроэнтеролог. То есть пациент должен быть направлен к таким специалистам. Больше вопросов в студию не поступило. Спасибо вам за внимание. Прощаемся с вами до следующей лекции. Продолжение следует...